итак всем привет с вами снова я и у нас намечается небольшая распаковка очередная разных посылочек как всегда начнем мы от меньших к большим помню если что-то прямо крайне интересное но как всегда будем выяснять с вами это в процессе как всегда работаю ночами на новому видео и собственно сегодня этим занялся потому что висит на монтаже видос который должен к утру выдержать так что у нас в этой посылке на такой желтки и бумаги распечатал список бумажек от дойчи почты так здесь у нас адаптер для поездов здесь у нас несколько разных деталей которые большей части возят на борт поезда 1 здесь у нас куча мало разных деталей из самого интересного переключатель ну и здесь на самом деле много старых деталей шестеренки и втулки всякие которые нужны для спай ботиков здесь всякая другая мелочевка еще вот наверное интересный пакетик здесь вот электрика лампочки магнитики для поездов двери крышки для поездов тоже в старых цветах dark grey light grey и вот только приемник для метро лайнера последняя память так которыми не хватает для его сборки а и ноги мне нужны как раз тоже в метро то бишь можно начинать яростно требовать от меня обзора метро лайнера едем дальше не совсем в правильном порядке я пошел эта посылочка меньше но не значит что она нам неинтересно уж совсем куинь ерунду заказывать я бы не стал здесь у нас опять детали в старых цветах опять для спай ботиков оси буш и вот такие пины который стоит один наверное рублей 300 среднем есть подешевле конечно вопрос количестве есть нужно несколько того как правило цены побольше но здесь собственно тоже всякие разные детальки для спай ботиков и не только ну и здесь вот у нас интересный пакетик со всяким тоже стоим по моему давайте мы его вскроем глянем чем нас тут может порадовать здесь просто по моему разные старые детальки на всякий случай попалась по дешевке чтобы восстанавливать старые наборы ну например вот цвет dark azul наверное это старый например для наборов из серии все время завоевая cyber мастер такой набор один у меня есть и второй ко мне куда-нибудь приедет но второй вроде как новый ему запчасти будет не нужны а первый cyber мастер который у меня есть он частично новый и поэтому нет уверенности что в нем все запчасти на месте некоторые запчасти мы с вами до заказали что же здесь что же здесь о здесь у нас что-то интересное коробочка нам не отдает все сразу желтые брики не знаю куда они нужны в таком количестве были это политик для поездов здесь тоже просто кубики здесь вот эти вот кулачки черные опять-таки этих кулачков мин вершину с каждым заказе по пакетику в какой-то момент мне нужно было их несколько штук но как-то не получалось их достать нужном количестве какие-то посылки зависали на таможне какие-то долго отправлялись и я набрал их очень много вот такие кнопочки непонятно в живом или нет состоянии по моему не живые до разбирать их проблематично у меня одна была сломанная но при этом работать они типа моему не работают но кнопочки для 12 вольтовой системы поезднов позволяет что-нибудь переключать одинокая арочка в цвете dark grey скосики ну вот это у нас такая вот моторная тережка еще по моему четырех с половиной вольтовой системы ну либо четыре с вольта рима вообще без мотора два магнитика цветных по бокам вот такая забавная фигня брал я есть не ошибаюсь чисто про запас что было потому что были планы собирать поезда из той эпохи а поезда тогда были достаточно простые соответственно имея такую тележку и кубики можно наверное собрать какую-нибудь вагон будет вот и вот это у нас для ума 12 вольтового переезда такие вот штуковинки прикольные красивые даже не скажешь сходу что лего детали разве что вот эти вот точки крепления выдают в них олега деталь ну соответственно нужны они для того чтобы устанавливаться на переездах и красиво мигать лампочками такая вот интересная ж.д. деталь если я не ошибаюсь они будут в одном наборе но может быть я ошибаюсь возможно не быть только в наборе электрифицированного полностью переезда и вот такой у нас обратить внимание лего zip lock да потрёпанный но очень интересный я такой вижу впервые надпись на русском языке что говорит о том что он выполнен скорее всего в этом тысячелетий даже далее каком recycle то есть возможно даже не с этими а ведь 21 даже в этом десятилетии точным все поры ссылка на recycle говорила о том что это что-то уже новомодное то пакетик у нас явно не отсюда но давайте посмотрим что же у нас тут лежит первых у нас лежит переезд крестовина но и без перекрестия путей 9-ти вольтовая здорово и вот у нас всего одна на такое ощущение что чего-то не хватает заказе буду сейчас проверять благо все заснято и этот заказ по он даже не вскрывал это можно собственно это у нас моторизован 12-ти вольтовый еще из 7 эпохи переезд то есть вот здесь у нас это понимает стоит мотор вот этот шишечка у нас даже не ли ну по-моему не лего в сколько стандарт она больше похоже на какие-то соединения в пластиковых игрушках вот собственно видим стоит какой-то моторчик а здесь даже обычный винт можно что-то открутить и достать хотя возможно вот и возможно что что-то раньше было здесь не хватает какой-то ниже нижнего закрывающего плейт не суть да это вся эта фигня да судя по всему она открывается ну что ж давайте разнообразим наш разбор посылок залезем кишки к этой штуковине судя по краске на болте я первый кто залазит столь не загорелыми ставят детали за не знаю возможно лет так 50 но и что у нас внутри внутри у нас пара катушек зубчатая рейка и вот это вот не понял пока что за деталь здесь я на магнит но какова и она замыкать и контакты да в общем все сделано чисто на магнитах на дорожках с одной стороны это все знаешь и будет с другой стороны это все достаточно просто но относительно просто можно ремонтировать но здесь нас электромагнит соответственно так понимаю подается напряжение либо на одну либо на другую обмотку и у нас занимает наш переключатель соответствующее положение теперь вопрос как все это собрать собирает все достаточно просто можно и соответственно к таким вот переездом должны цепляться вон те самые кнопки но у меня у мертвые так что будем думать как всем этим управлять ну конечно интересно то есть тогда еще на стояли скит стандартов коннектор здесь специфический то есть это некая модем один модернизация коннектора вот система четыре с половиной вольта ты никто не запрещает наверное открутить провода и цеплять все напрямую возможно я конечно обалдел но мы в этом сказе должно быть сильно больше всяких штук крайне не казалось что я заказываю стрелки парно потому что в единичном смысле она в единичном количестве она имеет мало смысла и у нас есть вот такая весистая коробка и большая коробка но легкая давайте возьмем большую коробку весистую ставим напоследок потому что явно самый жир в коробочке увесистый а большие коробки бывают по приколу и законте на и большой детали да все у нас в воздухе нижней тыкать какие-то запечатанные коробочки победим воздух ох как все красиво упаковано ох да это заказ относительно свежий он ко мне заехал получается дней так за 10 или меньше что конечно делает честь почте нидерландов и почте и таможни черногории которые все это дело оперативно обработали да вот кто-то засунул старую бумажку такой невскрывабельный пакет что это такое это достаточно интересная штука собственно небольшой экскурс все наверное знают серию майнсторм которая позволяет управлять всякими моторами и получать формацию с датчиков и прочей родной заниматься ее предшественником была серия дакта который был чуть раньше в девяностых наверное в первой половине на второй ну в общем она была основана на 9 вольтовой электрики появилась чуть раньше чем майнсторм на несколько лет вот и которая позволяла условно говоря с компьютера через компорт управлять блоком с какой-то периферии вот фоточку блока может быть составлен экран да но мало кто знает что в 80-е в лего тоже были эксперименты на эту тему и соответственно набрекли были некоторые наборы вот с такими блоками с платами которые вставлялись и со слот компьютеров была версия для bmps была версия для мака тогдашнего и про эту ерунду на самом деле достаточно мало информации можно найти в интернете вот то есть в общем на бриклинке нет полноценных наборов у кого-то одного есть набор платный но продавца всего есть набор где должна идти плата для писи но соответственно да набор в идеальном станет только платы то есть коробочка мануалы и вот собственно это мануал от такой платы 87 год лего групп вот то есть тогда только-только устаканились какие-то стандартные в компьютерном железе и лего понимал что за этим будущее пытаясь идет объехать но собственно я надеюсь что почитаю эту книжку юзер мануал юзер мануалы в этом году писались прекрасные инженерами для инженеров так что думаю что я разберусь вот ну и соответственно очень интересно пощупать как тогда это все работало с 4,5 вольтовой системой и хочется мне верить что даже получится когда-нибудь все пощупать вживую вот нам нужен полноценный компьютер там из в лучшем случае 90-х а то и 80-х годов ну да вот с такими примерно моторами это все работать должно было из всех поисков я на ebay нашел компьютер apple 2 за полторы тысячи долларов с предустановленной платой и с полностью готовым ПО и полностью полным набором кубиков ну собственно всего что входило в наборы для заставирования ладно что у нас дальше дальше у нас лампочки 12 вольтовые по моему кнопка которая тоже кажется уже уныла хотя возможно надо просто их протестировать но нажимаются они скверно и моторчик так что у нас тут так идут нас очевидно стрелки которые мы уже видели которые в прошлых обзорах которые не автоматизированы их даже пока можно не открывать так все странно упаковано так надеюсь там не было какого-нибудь секрета на обослании на бумаге ну собственно это колеса для поездов для старых тележек каких-то можно их куда-то стыкать вот это человечек как раз таки для наборов серии сайбер мастер в моем наборе почти новом человечка не было я человечка заказывал но вот один нюанс вот этого человечка была вот эта нога тоже левая коленки не гнулись ну вот теперь у меня есть такая технифигурка и по моему мне должна приехать еще одна такая же может быть даже в посылке следующий найдется такой вот бодрый паренек и самая жирная есть у меня маленькая страсть одна из первых страстей скажем так когда я в лего вернулся уже будучи взрослым в 90-е годы как я рассказывал в видео которое сейчас загружается на ютуб в обзоре кораблика 41 ой 41 первым моим лего набором была ракета из серии Space конца 90-х годов 98 99 2000 ну так вот я начал в какой-то момент кроме этой ракет ну ракету конечно я купил какие-то еще наборы купил в детстве я видел пока разворот в каталоге каталог не под рукой сейчас и соответственно в каталоге были разные наборы то есть у меня был набор скажем так средний там были наборы виских бас были совсем какие-то мелкие там типа лоноходы спутники что-то еще топливозаправщик был вот у меня была ракета типа такой средний набор со светомузыкой ну так прикольно но хотелось как бы получить чоковый набор чтобы было интереснее играть но в целом просто все это выглядит завораживающе или у тебя одна ракета или там у тебя центр подготовки космонавтов там какой-нибудь опять тот же заправщик там спутник там еще что-то самолет для обучения и собственно начал я скупать все страниц этого каталога и в какой-то момент на берклинке я обнаружил что было что-то еще скажем так не только в каталогах ну то чего не было в каталогах так понимаю обретить промо-наборы либо просто каталоги не тех версий я смотрел ну и собственно начал я скупать и наборы которых в каталоге не было с целью собирать всю серию ну так вот это один из тех мини наборов сейчас снова мода на мини наборы вернулась ну и соответственно вот такой некий стенд испытательный с ракетой очень конечно круто выглядит да и это новый набор то есть новый набор где-то там из конца 90-х то есть набору так лет двадцать пять и можно вот сейчас сюда нажать он стоил недорого относительно но конечно прям хочется пробегать дрожь по телу вот сюда обновить но давить мы конечно пока не будем поставим в красный уголок чтоб никто не волок и когда я буду делать обзор на наверное всю серию космоса тогдашнего мы его вскроем и соберем так и последняя коробка на сегодня не расстраивайтесь те кто любит распаковки у меня еще один ролик в запасе и на поможни собираются новые коробки так что я думаю что уже на ближайших пару месяцев распаковок хватит а те кто их не любит но простите начинайте их любить что для меня это самый простой способ генерировать контент нифига не впадая в камеры наверное сегодня пробовал чуть по-другому поставить камер в надежде что вам будет лучше видно но не уверен что эксперимент уначен очень плотно упакованно скотчимся плюс картон такой который явно режется так нам прислали дырку дублика видим это для того чтобы коробочка держала форму и ничего у нас не смялось ох я вспомнил что это заказ это заказ за который хотел обязательно начать отзыв продавцу потому что все делалось ради вот этого а продавец заказ не отправлял но очень долго больше месяца и судя по отзывам я не один такой в моем случае вроде все достал в моем случае продается продал с тем что у него не было одной детали и он ее заказывал в другом магазине что-то не отправить что мешало ему просто зарифанить за эту деталь или предложить выбрать что-то другое я не понимаю так ну во-первых во-первых у нас разные запчасти для опять-таки старых четырех с половиной вольтовых наборов поездов но вот сюда у нас ставится батарейный блок на четыре с половиной либо на 12 вольт и мы радуемся потому что моторизовали наш набор вот у нас раздумался почему бы сказать потому что колеса крепятся к мотору здесь у нас соответственно следующее по цвету как полюса забавно просто для волонов история так здесь вот тогда я еще это был настолько давно заказ что у меня тогда еще не было набора сайдер мастер и я заказывал вот эти штуки в неведении просто посмотреть что это у нас и зачем оно вот это собственно рф башня который можно прикрутить и нужно две антенки вот сюда и сюда вставить компорт в другой конец вставить компьютер и будет она у вас управлять вашим сайбер мастером а вот этот переходник с LPT на ком ну очевидно в конце 90-х подразумевало что у вас может не быть свободного компорта или вообще компорта не быть при том что софт по моему был достаточно современный в свое время но не суть точно думаю что компы без компорта тогда уже могли быть ладно и соответственно можно было получить компорт который бы работал с вот этой штукой уже лампочка одинокая когда-то я хотел скупить все лампочки на брековинке но больше этого уже не хочу и моторчик 9 вольтовый ну я по звуку слышу что он в идеальном состоянии по крайней мере по инерции хорошо крутится редуктор и сам мотор скорее всего в порядке еще ну еще собственно тоже от сайбермастеров кнопочка прозрачная такие у меня уже были можно использовать с древними ну как древними с первыми майнстормами и подобной техникой так тут . у нас что тут . у нас 9 вольтовый но white blue wish grey или blue правильно проигнорить чем это то не относительно небольшое время когда у нас еще оставалось в ходу 9 вольтовая электрика но уже поменялись цвета с просто серого и темно-серого на на из сине-серой и ну видно что какие-то брызги на деталях но по рельсам как будто бы она просто хранилась и почти не использовалась не видно какого значительного износа интересно тут видна дырка интересно это какой-то массовый дефект или у меня супер уникальные детали можно продать ее за мульон долларов ладно завязываем и читать и сегодня у нас книжный день в прошлой посылке была книжка и здесь у нас тоже книжка еще и в твердом переплете вау это выглядит круто собственно ради этой книги заказа делался все остальное оказалось корзину по приколу так надеюсь всем хорошо все видно о снова дрожь пробежал по моему телу блин вот это реально в очень офигенном качестве очень офигенная графика блин она 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 реально пахнет типа график ниточками шито прошито она она просто обалденная это книга по поездам блин ну сколько она стоила по моему десятка три евро так что около трех тысяч рублей по-моему с копейками да конечно здесь вот у нас даже это не порвано это просто здесь ну немножко за 60 времени эти листочки ну блин надо нежнее с ней быть она в идеальном ну относительно своих лет то есть эта книга если я не ошибаюсь ну годов так это это раньше чем восьмидесятые давайте поищем напоследок какую-нибудь типографскую пометочку да тут немножко конечно затиска на зажеганом уголке но блин сама бумага в таком состоянии вот как кажется копирать есть так сделано для лего автор фото автор текста кто делал модельки но ни слова о годе выпуска ни слова о годе выпуска и все телефоны заняты съемкой ну да конечно реально офигенный фолянт да кстати говоря я все думаю сделать выпуск про лего книги и современные старые ну блин с такой штукой я просто обязан делать выпуск про старые книги блин ну прям реально это не метафора я прям балдею держать такую штуку в руках даже язык немного заплетается правда вы скажете что ну не так заплетается постоянно но да вот немножко скотча какого-то ах блин der lego motor на немецком офигеть ну судя по тому что в книге я не заметил ни одной мини фигурки речь идет как минимум о первой половине 70-х авто и о 60-х ну мы видим здесь собственно синие рельсы соответственно это про синюю эпоху ну получается это книжки ну минимум ну лет 50 на скидку или около того ну может немножко прибираю ну за 40 точно и она еще реально пахнет с типографским приколами конечно от того что он заряжалась но это тем не менее круто вот такой у нас интересный сегодня был на сбор конечно самые ценные лоты здесь наверное эта книга наборчик у нас достаточно интересен особенно для меня учитывая мой бэкграунд и тягу куча всяких интересных деталей включая переезд из вот этой вот эпохи электрифицирован и конечно вот эта вот книжка интерес чисто для нердов представляет буду изучать смотреть что-то мне подсказывает что если бы у меня была простая возможность доставить из америки apple 2 съебая я бы уже купил он бы ко мне ехал но там здоровый компьютер здоровый lte-экран да ладно побегу все это фото и побегу проверять в каком состоянии у меня там экспорт ролика и пойду спать возможно всем спасибо всем пока вроде бы все камеры все пишут батарейки почти сели но я успел